Российский сухогруз Волга-Балт-232, идущий из России в Иран, предположительно с грузом военного назначения, сел на мель в Волго-Каспийском канале. Судно застряло на 146-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала. Ясно одно, что корабль явно перегрузили, из-за чего повышенная осадка не позволила пройти в привычном водном маршруте, где остальные суда проходят без проблем. О сухогрузе известно лишь то, что он якобы должен был перевозить кукурузу. Однако суда типа Волга-Балт, имеют четыре трюма с люковыми закрытиями. То есть определить, что находится внутри трюмов невозможно. Судовладелец отказывается давать какие-либо комментарии и настаивает, что Волга-Балт-232 перевозил только кукурузу. Ранее до этого Россия использовала суда типа Волга-Балт, для переброски из Ирана боеприпасов для артиллерийских систем, а также перевозила компоненты для беспилотников типа Шахет, и возможно сами дроны, когда только начинала их применять. Странным является то, что журналистам запретили как фотографировать судно, так и проводить видеосъемку, что вызывает некоторые подозрения. Если же не получится снять Волга-Балт с мели, то может потребоваться частичная разгрузка, чтобы ослабить осадку. Скорее всего, это будут проводить в ночном режиме, чтобы не палить реальный груз. Как минимум на некоторое время, корабль застрял и не дойдет до Ирана, и чтобы он не перевозил, пока не попадет в руки боевиков. Сообщается, что у экипажа есть провизия на дней 10, и они планируют, что этого времени хватит, чтобы снять сухогруз с мели. Согласно данным, судно следовало из порта Астрахань, в порт Каспиан в Иране. Предположительно сейчас судовладелец предпринимает меры для разрешения ситуации, чтобы быстрее доставить груз. Можем лишь догадываться, что РФ может поставлять боевикам стрелковое оружие и боеприпасы к нему, ручные и гранаты, возможно также противотанковые системы Корнет и заряды к ним. Применение гражданских судов для перевозки оружия РФ использует давно, так как такой метод не привлекает излишнего внимания. А сейчас Россия явно хочет оставаться инкогнито не выдавая себя, что она стоит за вторжением в Израиль, а также что принимала участие в обучении боевиков, и предоставила необходимые вооружения самого лучшего образца. Сейчас известно, что Израиль полностью прекратил все дипломатические отношения с Москвой, когда Путин начал оправдывать действия боевиков, и всячески их поддерживает, в том числе на медийном уровне. Все это указывает на то, что Москва давно готовилась к вторжению в Израиль и всецело находится на одной стороне с Ираном, Ливаном и различными бандитскими формированиями.